Несмотря на все детские шалости, певица души не чает в крохе и очень его любит. А сегодня в семье особенный день, Гектору исполнилось два годика. Анна Седокова не только успешная певица, но еще и мама. Сегодня 8 апреля, ее крохе исполнилось два годика. Звездная родительница кроготельно поздравила мальчика с днем рождения. В инстаграме экс-солистка Viagra опубликовала снимок, где она держит на руках свое сокровище. Поздравление певицы начала со слов, что неправильно говорить, что он ее самый любимый ребенок, так как любовь к детям нельзя сравнивать. Оказывается, Гектор из тех детей что любит пошалить. Например, он может рисовать маркером на полу в съемном жилище, так как ремонт в недавно купленной квартире Анна еще не завершила. А еще мальчик угощается собачьим кормом и играет на даме на пианино. В послужном списке крохи множество шалостей, но это ничуть не умаляет материнской любви и привязанности. Как можно сравнить с чем-то твою улыбку, сыночек? Как можно сказать, что я люблю тебя больше, когда ты таскаешь Марусю за хвост, когда выливаешь всю воду из вас на пол или кидаешь всю мамину косметику в наполненную ванную? Я люблю тебя несравнимо и всегда одинаково неизменно сильно. Что бы ты не натворил в своей жизни, написала Седокова. К поздравлениям присоединились не только поклонники звезды, но и ее коллеги по сцене. В комментариях маме и малышу желают здоровья и счастья, пишет сайт Актуальные Новости. Анна Седокова, мама трех детей. Помимо сына Гектора у ее есть дочь Моника и Алина. С певицей живут только сын и дочь Алина, а вот Моника находится в США, куда ее увез отец. Долгое время Анна не имела возможности видеться с девочкой и потратила много денег на адвокатов, которые смогли выбить разрешение на беспрепятственное общение звезды с дочерью. Тем не менее, Анна отмечает, что проиграла в холодной войне за дочь. Суд не разрешил матери единолично заниматься воспитанием Моники. Мать и отец будут участвовать в жизни девочки, а вот жить она будет с бабушкой в США. Это серьезно осложняет встречу певицы с наследницей, так как полеты в Штаты очень утомительны и больно бьют по карману, пишет сайт Аргументе.